Футбольный клуб «Тверь» не сумел пробиться в следующую стадию Кубка России. В своем первом официальном матче подопечные Вадима Гаранина уступили звезде из Санкт-Петербурга. Исход поединка решился в серии после матчевых пенальти, где более удачливыми оказались питерские футболисты. О том, что окружало первый за три года официальный футбольный матч на Тверской земле, материали нашего корреспондента. Тверские любители футбола ждали этого события три года. Впервые с июня 2017 года в областной столице прошел официальный футбольный матч. Созданный буквально несколько месяцев назад клуб «Тверь» на стадионе «Юность» принимал звезду из Санкт-Петербурга. Встреча проходила в рамках розыгрыша Кубка России на стадии 1-256 финала. Как отмечал перед этой игрой главный тренер Тверского клуба Вадим Гаранин, главная задача – показать хорошую игру на старте сезона перед своими болельщиками. Все, что мы здесь делаем, это для болельщиков. Безусловно, это должно помогать. Чемпионат ждем с огромным нетерпением, с огромным желанием. Погода футбольная помогает нам в этом. Мы, опять-таки, не хотим красивых слов говорить, но, безусловно, очень хочется радовать наших болельщиков. Тренер сказал, команда сделала. Очень ярким и насыщенным на голевые моменты первый официальный матч в истории футбольного клуба «Тверь» не получился. Однако тверские любители игры с мячом качеством поединка должны быть довольны. Даже несмотря на то, что время не сыграться, и, как говорят специалисты, наработать связи у коллектива Вадима Гаранина было, прямо скажем, немного, тем не менее коллектив показал, что может биться со своими прямыми конкурентами по зоне Запад профессиональной футбольной лиги как минимум на равных. В определенные минуты матча тверская команда даже на время перехватывала инициативу, однако забить мяч не получалось. А настоящим украшением поединка стал сейф голкипера Твери Антона Федюшкина в середине второго тайма. К слову, блистали в этой игре оба вратаря. Как итог, основное время матча завершилось мячу 0-0. Согласно регламенту, по окончании 90 минут игры команды должны были сразу же, без дополнительного времени, приступить к пробитию пенальти. В этой лотерее удачливы оказались гости 3-4. Впрочем, даже несмотря на поражение и вылет из Кубка, тверские болельщики первой официальной игрой нового городского клуба, кажется, остались довольны. Где-то не хватило сыгранности, где-то удачи считают горожане. Я болельщик с большим стажем, где-то с 71-го года болею. Ну, со стажем очень рад, что вернулся в футбол в Твери. Отличная команда, хорошая игра, быстрая, современная. Не повезло, просто не повезло. С новой командой понравился только вратарь, ну и защита, капитан команды более-менее хорошо сыграли. Ну, а так 18 номер, слабоватый защитник. Очень здорово отыграл вратарь и той, и другой команды. Ну, и наша команда, конечно, показала хороший футбол, современный, профессиональный. Славенько. Ну, или не сыгранно, или мало еще играли между собой. Ну, так, ладно, хоть теперь вернулся в футбол, и то ладно. Комментируя итоги встречи, главный тренер тверской команды Вадим Гарнин отметил, что разочарован результатом, однако увидел положительные моменты в игре. Все, что создал соперник у наших ворот, безусловно, тоже были несколько очень опасных моментов. Это было следствие, ну, скажем так, наших грубых ошибок, там, при определенных игровых аспектах. То, что мы создавали моменты, мы создавали моменты в сложных ситуациях, в плотной обороне, в чем соперник. Это делать очень тяжело, но мы будем трудиться. В ближайшее время Тверской клуб проведет сразу три домашних игры подряд. В рамках профессиональной футбольной лиги 9 августа подопечные Вадима Гаранина сыграют с «Зенитом» из Иркутска. 12-го с «Читой», а 23-го августа в столицу Верхней Волжьи приедет одноименный коллектив из Смоленска.